Ребята, привет! Всем добра и позитива! С вами Владимир Волошин. Ну что ж, очередная серия эпопеи о мусоросжигательном заводе. Вы просто посмотрите, вот действительно у нас есть в Латвии таланты и мастерству их действительно нужно позавидовать. То есть смотрите, ребятушки взяли и решили построить в центре фактически мегаполиса Риги мусорную свалку с огромной трубой, которая будет засирать весь Рижский район, вот практически весь. Люди поднялись экстренно на борьбу против этого безобразия, отстояли запрет на строительство, чуть ли не штурмовали Стопинскую думу. Наконец-то все, решили, мусоросжигательного завода не будет. Что делают эти сволочи? Напомню, эти сволочи это структуры господина Щелы, а вот эта вот рожа наглая, которая стоит, конечно, приятно, симпатично выглядит, но тварь прожженная, если честно. А вот он за деньги, конечно же, отстаивает важность проекта, это совершенно другое дело. Но они это вывели сейчас в рамки шоу. Сами понимаете, что этих структур миллионы на счету, с деньгами все хорошо, можно заняться одурачиванием фактически людей. Торговый центр САГО посередине поставили макет, и вот никто не приглашал этих людей. Люди спонтанно пришли и говорят, нет, мы против, ребята, мы против мусоросжигательного завода, который будет засирать весь Рижский район. Там в радиусе до двух километров детских садиков, чтобы вы понимали, я уж сейчас на вскидку не вспомню сколько, четыре или пять, но очень много. Жилые дома, посередине жилых домов, люди строят свою мечту, инвестируют в Латвию. Вот построили целый поселок, им по центру хлобысь труба с мусоросжигательным заводом. Ребята, это абсолютно безопасно, там будет скейт-парк, там будут, блядь, как будто бы у нас скейт-парков нету, да, и молодежь поедет на мусорную свалку кататься на скейтах. Ну, ебанутые на всю голову, ребята. Но мы, блядь, въебем по центру вот такой макет, люди проголосовали, собрали 50 тысяч подписей, все, проект остановлен. Эти твари сейчас вытаскивают его на международный уровень, как будто бы это мусоросжигательная станция, это прям проект, единственный важный для Латвии, потому что другого источника отопления у нас не будет, и только так мы можем отапливаться. То есть дровами нельзя, торфом нельзя, мусор закапывать нельзя, только можно его сжигать. И никто не говорит о переработке мусора, о переработке и из этих материалов производства местного. Это никому не интересно. Люди все против, понимаете, нету ни одного митинга в поддержку этого завода. Хоть бы, блядь, за свои деньги собрали каких-то, блядь, отморозков и походили бы по городу и сказали бы, нужна нам свалка в центре города Риги, блядь, без нее просто никак. Но нет, парни не сдаются. Поставили макет в центре сага, я думаю, либо я и сам заеду туда, ну, расхуячу его на самом деле, в знак протеста, либо, если кто поблизости рядом стоит, я ни к чему не призываю, но идея неплохая. Но если действительно наглость просто через край, понимаете, собрано 50 тысяч подписей, не нужно мне около дома, блядь, ваша мусорная сжигательная труба, понимаете, хватит нас уже наебывать и считать с дураков. Но работает у нас каким-то образом демократия или нет, ребят? Не нужны вы здесь, не будет здесь, блядь, никакого мусоросжигательного завода. Не доводите уж до греха, если честно, и для открытых столкновений и конфликтов. Не провоцируйте на них. То, что вы там в галстуках и в пиджаках и очень умело умеете наебывать народ, да мы все это уже знаем, уже тысячу раз проходили. Нет у вас ни одного шанса. Если есть этот один шанс, покажите, блядь, 50 тысяч подписей за то, чтобы стояла эта свалка, блядь, которая будет вечно дыметь и угрожать нашему населению. Уж количество пожаров и катаклизм вокруг подобных свалок, ну, уже весь интернет забит, блядь. Там даже не надо особо ничего смотреть. Заходим просто на ближайший мусоросжигательный завод, смотрим, что они сделали со сточными водами, на запрет выращивания овощей и фруктов там в радиусе близости мусоросжигательного завода. А здесь дети, блядь. Детские сады, здесь школы, здесь мы живем. Я думаю, что надо собрать все-таки, всем собраться и собрать подписи, чтобы господина Щела и всю его структуру вышвырнуть нахуй, как пенсионеров российских из Латвии. Вот, наверное, следующий сбор подписей все-таки нужно инцентировать вот в таком ключе. Ну, потому что по-другому просто они заебали со своими деньгами. То есть это твари, которые обворовали Латвию, а сейчас они из нашей страны хотят делать помойку, а сами, сука, будут жить где-нибудь в Монако, в Португалиях, в Испаниях и наслаждаться жизнями. Ну, вот как-то так, ребятушки. Не был я на этой презентации. Друзья мне прислали ролики. Будем считать, что это презентация структуры господина Щела о том, как одурачить население. Ну, что ж, Щела, мистер Кунгс, блядь, начинай сбор подписей. 50 тысяч подписей в противовес, против, собираешь за мусоросжигательный завод и, пожалуйста, строй его. Ну, а если нет, то извини, дорогой друг, ни хрена у тебя не получится. Ну, кстати, если уж совсем денег девать некуда, можешь еще раз на меня подать в суд. Я думаю, твой юрист в моих словах тут найдут, наверное, пиздец, сколько угроз просто всем окружающим. Действуй, парень, действуй. Вот такая она презентация от Владимира Волошина мусоросжигательного завода на территории Живского района.